С основным докладом о проделанной работе органов прокуратуры за 2022 год выступил первый заместитель генерального прокурора Дамир Квициня. Он охватил все направления деятельности прокуратуры. В сфере надзора за исполнением законодательства за отчетный период управления и районными прокурорами выявлено 192 нарушения. Правоохранительными органами зарегистрировано 795 преступлений, что на 70 единицы больше показателей 2021 года. Значительное увеличение числа зарегистрированных преступлений наблюдается в городе Сухом на 83 единицы. 287 преступлений напротив 204 за 2021 год. В Удаудском районе на 26 единиц, больше 111 напротив 85. В ЛУВДТ МВД на 16 единиц 62 преступления напротив 46. Уменьшилось число зарегистрированных преступлений в Гулирибском районе на 16 единиц, в Кварчалском районе на 13 единиц. Однако данную динамику нельзя рассматривать как фактор, свидетельствующий о кардинальном переломе ситуации с преступностью в указанных регионах страны. Из общего числа зарегистрированных преступлений 29,5% составляют тяжкие и особо тяжкие преступления, количество которых остается на том же уровне, как и в 2021 году. 235 напротив 234 единиц. Отрадно отметить увеличение раскрываемости тяжких преступлений, что составляет 80,9% напротив 76,5% в 2021 году. Наблюдается рост зарегистрированных преступлений по незаконному обороту наркотических средств с целью сбыта. В 2022 году было зарегистрировано 32 преступления против 18 в 2021 году. Выявлено несколько фактов крупных партий наркотических средств у лиц, занимавшихся их сбытом. Однако остаются безнаказанными организаторы данных преступлений. К сожалению, в стране сохраняются условия для постоянного расширения воспроизводства незаконного потребления наркотиков. Спрос на наркотики не снижается, увеличивается число больных наркоманий, растет влияние наркоманий на общую уголовную преступность, состояние общественного порядка. Наркодельцы увеличивают масштабы своей преступной деятельности, поставляя на абхазский рынок различные виды наркотиков, перечень которых расширяется. Указанные факторы позволяют считать достаточно реальным неблагоприятный прогноз фактического развития этого вида преступности в Абхазии. Генеральная прокуратура использует весь потенциал для того, чтобы мобилизовать ресурсы всех правоохранительных органов на борьбу с наркобизнесом. Противодействие этой угрозы должно носить комплексы всесторонний характер. За анализируемый период в Абхазии имело место 214 дорожно-транспортных происшествий, что на 32 больше по сравнению с 2021 годом. В результате ДТП погибло 64 человека. По 87 ДТП возбуждены уголовные дела. Прокуратурой и органами МВД возбуждено 658 уголовных дел. Окончено производством 564. Направлено в суд 548 уголовных дел. 16 прекращено производством. На заседании коллеги с отчетами о проделанной работе также выступили прокуроры районов. Затем были подведены итоги заседания. Безусловно, нет такого вида преступления, который бы не являлся угрозой для нашего государства. Но я хотел бы ваше внимание сакцентировать на особо тяжких преступлениях, на преступлениях, коррупционных делах. Мы знаем, что коррупционные дела – это очень объемные дела, дела, которые заслуживают особого внимания. И в этом направлении президентам были даны определенные задачи. И я хотел бы сегодня отметить, что результаты, безусловно, налицо. За два с половиной года, если мне память не изменяет, более 19 дел, расследованных по коррупционным делам, из которых 14 уже направлены в суды. Конечно же, нас это не должно останавливать. Нам необходимо усилить работу в этом направлении. Но статистика горит сама за себя. Если брать с 2014 по 2020 годы, могу ошибиться, вы меня поправите, одно дело было направлено в суд. То есть цифры горят сами за себя. Нам надо усилить работу в этом направлении и реализовывать поставленные задачи. За последнее время прекратились такие тяжкие преступления, как похищение людей, некоторые другие тяжкие преступления. Однако мы не можем сказать, что это уже утвердившаяся такая тенденция. Расслабляться нам нельзя здесь. Надо продолжать эту работу. Усиленно этим заниматься. Вместе с тем, с некоторыми другими видами тяжких преступлений. Такая уж благополучная ситуация, как мы видим из доклада. Это очевидно и для наших граждан. Здесь нужно усиливать эту работу. Ну, неплохая, я думаю, даже хорошая в некоторой степени раскрываемость преступлений, особенно тяжких видов. Я думаю, что наши граждане в последнее время, как я замечаю, больше всего волнуют вопросы, связанные с тем, что происходит у нас на дорогах. Здесь, конечно, у нас ситуация неблагоприятная. И тут нам нужно, конечно, всем вместе и обществу нашему как-то вместе выработать какие-то все-таки наши действия. Потому что многое зависит, конечно, от культуры. И не просто культуры вождения людей, а вообще от культуры людей. И это, наверное, первая и самая главная причина того, что происходит у нас на дорогах. В общем, дел еще много. В целом, думаю, что отчет, который мы здесь заслуживаем, определенный оптимизм у нас вызывает. Но расслабляться нельзя. Представленный отчет очень информативный. Он отражает практически все направления деятельности органов прокуратуры и о состоянии, законности и правопорядка в Абхазии в 2022 году, отметила председатель Верховного суда Саида Будба. Если мы говорим о результатах работы прокуратуры за 2022 год и о планах на 2023 год, по имеющейся информации, Генеральной прокуратуры как субъектом права законодательной инициативы внесен новый закон о прокуратуре в парламент. Я знаю, что это не закон о внесении конкретных точечных изменений и дополнений в этот закон. Это новый закон о прокуратуре. Верховный суд еще не ознакомлен. Мы являемся правым субъектом законодательной инициативы. Нам он еще не был представлен. Но очень надеюсь, что в этом проекте закон нашли отражение в консолидированном виде все ваши чаяния по всем направлениям деятельности. Они очень широкие, на мой взгляд, начиная с общего надзора, который, на мой взгляд, одно из основополагающих направлений деятельности прокуратуры, потому что в этом смысле только вы, органы прокуратуры, обладаете этими полномочиями, в отличие, допустим, от проведения предварительного расследования и так далее. Поэтому, если этот закон о проекте найдет поддержку в парламенте, значит, 2023 год будет уже под годом нового закона о прокуратуре, в соответствии с которым вы все работаете. В 2022 году действительно была проделана большая работа, и это благодаря слаженности и взаимодействию правоохранительных органов, отметил генеральный прокурор Адгура Акарба. Мы все видим, что количество смертностей на дороге возросло в 2022 году на 22 человека. Это, конечно же, очень плохой результат. Но тут нужно отметить, что эта ситуация, она носит комплексный характер. Она возникла не сегодня, не вчера. Она существует на протяжении многих лет, послевоенных лет. Разработан новый проект поправок в административное законодательство, который, по нашему глубокому убеждению, может повлиять на эту ситуацию. И эти поправки в настоящее время находятся в парламенте. Была проведена очень большая работа. Поправки были направлены в администрацию президента. Там они были доработаны. Позже были уже направлены в народное собрание. Они нацелены в первую очередь ужесточить наказание в отношении лиц, которые совершают, нарушают правила дорожного движения. Но мы понимаем, что только этого будет недостаточно. Почему? Потому что на это сегодня очень влияет увеличение транспортных средств в Республике Абхазия. За последние 2-3 года они увеличились в разы, более чем в 2 раза. Помимо этого, мы видим, что у нас сегодня, к большому сожалению, отсутствует правовая культура, отсутствует культура вождения. Это ни для кого не секрет. Мы эту ситуацию все прекрасно видим и наблюдаем за тем, что у нас происходит на Тарулах. Вместе с тем, конечно же, было бы желательно, чтобы наши дороги были оснащены техническими средствами и камерами видеонаблюдения. Пока всего этого нет, ситуацию в корне изменить невозможно. Хочу еще отметить другую проблему. С учетом того, что уголовно-профессиональное законодательство возложило эту категорию преступлений на органы прокуратуры, а речь идет об уголовных делах коррупционной направленности. И вы знаете, что за последние 2-3 года мы возбудили порядка двух десятков уголовных дел. Но история прокуратуры, если, я не знаю, может кто-то другого мнения, но история прокуратуры, наверное, таких результатов не знает. Сегодня 14 дел направлено в суд из 19 возбужденных с 2020 года. Речь идет о многомиллионных хищениях. Речь идет об уголовных делах, которые имеют общественный резонанс. Но нас, конечно же, не может не беспокоить ситуация, когда по таким серьезным делам избираются меры пресечения, избирается мера пресечения, такая как домашний арест. На мой взгляд, эта мера пресечения неэффективная. Она не соответствует заявленным требованиям и несоразмерно совершенному деянию. По этому поводу президентам республики, посланам Георгиевичам Жане, было дано поручение, была создана рабочая группа, которую возглавил секретарь Совета Безопасности, говорю для тех, кто не знает. Работа проводилась на протяжении многих месяцев. Были предложены поправки в уголовное, в уголовно-процессуальное законодательство. Впоследствии были направлены в парламент. Сегодня они прошли в первом чтении. Там стоит вопрос о наложении моратория на домашний арест, о приостановлении действия этой нормы, этой меры пресечения. Мы надеемся очень, что в дальнейшем это сможет положительно повлиять на результаты нашей работы. Адгур Агарба отметил, что в текущем году предстоит не менее напряженная работа. Генеральный прокурор выразил убеждение, что принадлежащие организации и спрос из подчиненных за результаты. Все задачи, которые ставят перед органами прокуратуры, руководства страны и общества, будут успешно выполнены. Лаура Капш, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.